Пять ступенек до квартиры. Особенность в том, что ступеньки ведут в подвал. Как известно, размещать жилые помещения в подвале в нашей стране запрещено. Марина Дорогова попала именно в ту ситуацию, которую принято называть абсурдной. Она живет в муниципальной квартире, расположенной на цокольном этаже. Считается это историческим памятником. В 20-е годы, в конце 20-х, здесь моя бабушка и дедушка получили жилье. Еще бы это было в советское время. Здесь родилась моя мама, здесь она и выросла. Потом здесь и появилась и я на свет. И вот я здесь проживаю довольно-таки уже многое время. Я хочу сказать, что в то время, которое нас называют советской властью, за этими квартирами действительно следили. Тут постоянно ремонтировали. И действительно каждые три года делали капитальный ремонт. Но в связи с новой властью это у нас все прекратилось. Приватизировать собственную квартиру Марина не может. Нельзя приватизировать подвальное помещение под жилье. Капремонт 300-летнего памятника архитектуры, в котором сегодня проживает 4 семьи, не проводили около 30 лет. Женщина собирала межведомственную комиссию, по решению которой выяснилось, что в таких вот нечеловеческих условиях жить можно вполне неплохо. Так что нечего тут усложнять. Комиссию создали очень оригинально. Секретарь комиссии Алиева Елена Валерьевна. Просто решил это дело взять на себе. Я откровенно саботирую постановление правительства и жилищный кодекс Российской Федерации. Квартиру моя непригодной, как и положено по закону, признавать никто не собирался. Я так и понимаю, это было понятно с самого начала. Комиссия вынесла решение сделать капитальный ремонт на том основании, что постановление 47-го не распространяется на мое жилье. Это является абсолютной ложью. Пункт 2-й там все четко прописано. У меня просто вопрос, почему выносят такие постановления и выносят люди, которые в глаза не видели моего жилья. Четыре года назад стена квартиры этажом выше рухнула. Период восстановления постройки был тяжелым и болезненным, но он уже позади. Плачевное состояние жилья можно наблюдать с любого ракурса. Обои не держатся на промерзших стенах. Грибок и плесень обосновались в каждом уголке квартиры. Напор воды больше напоминает слезы котенка. Проводка наладан дышит. Крысы себя как дома чувствуют. От вечной влажности электроприборы давно вышли из строя. И ситуация продолжает усугубляться. Произошло обрушение жилой стены нашего дома. Стена была несущая. Моя квартира оказалась завалена обломками стены. И на протяжении очень долгого времени помощь мне никто вообще не оказал. Мне и потом даже помощь не оказали. Мне сказали, что это моя проблема, должна разбираться сама. Хотя моя квартира оказалась под завалами. Потом более-менее постепенно обломки стали как-то уносить, разгребать. Но мне помощи так и не было оказано. Квартира полтора месяца находилась у меня практически в воде. Потому что лили дожди, а вверху, где произошло обрушение, у меня практически крыши не было. И вся вода, и весь дождь был в моей квартире. Я вообще рассчитываю проживать на таких условиях. Но это, я считаю, откровенное уничтожение жителей города. Многочисленные письма во всевозможные учреждения правоохранительной сферы пока остаются без ответа. Роспотребнадзор признал помещение непригодным для жизни. Но что он, этот Роспотреб, целым городским чиновникам, решающим судьбы людей с щелчком пальцев. И лишь суд сможет пролить свет на темный подвальный коридор. Но откуда у пенсионерки деньги на судебные тяжбы и адвоката, когда за муниципальный подвал, в котором нельзя жить по закону, ей приходится платить по 4 тысячи рублей ежемесячно. Плата за коммунальные услуги, за проживание там, где жить нельзя. Замкнутый круг не иначе.